В Твери подвели итоги областного конкурса «Молодежь против террора». Он был организован комитетом по делам молодежи. Участие в нем приняли более 120 человек. Награждение призеров и победителей прошло в стенах Тверского государственного медицинского университета. Подробности в материале Никиты Васильева. Студент Тверского колледжа транспорта и сервиса Иван Жишкунец в подобном конкурсе участие принимал в первый раз. На строгий суджюри юноша представил вот эту работу. На ней изображен молодой человек, которому предстоит сделать сложный выбор в пользу добра или зла. Перед таким выбором, объясняет свою работу Иван, рано или поздно оказывается каждый из нас. Я считаю, что данный конкурс очень важен, потому что человек сам должен убирать свою дорогу. Работа Ивана была удостоена самой высокой оценки. В номинации «Плакат» юноша занял первое место. Всего на конкурс было подано свыше 120 работ. Это рисунки, плакаты, видеоролики. Как рассказали организаторы конкурса «Молодежь против террора», в нем приняли участие учащиеся школ, колледжи и вузов Тверского региона. Тема для сегодняшнего дня как никогда актуальна. Это было отмечено на подведении итогов конкурса. Ни для кого не секрет, и все мы видим новостные ленты, что в России, к сожалению, периодически происходят страшные ситуации в образовательных учреждениях, в колледжах, в школах, в вузах. Поэтому эта работа должна быть на опережение, то есть должна быть профилактическая. Также в ходе «Круглого стола» обсуждалась реализация государственной молодежной политики в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования. В дискуссии приняли участие представители ведущих учебных заведений среднего и высшего профессионального образования Верхней Волжья.